Друзья, всем привет и сразу к делу! Прямо сейчас я хочу с вами поделиться выпуском, который был снят 30 декабря 2023 года и вот так все начиналось. Друзья, всем доброго времени суток! Помните, я вам как-то говорил, что у меня есть одноклассница, которая училась и уехала за границу? Вот, пожалуйста, Женя, а это ее муж, будущий муж, это для них курс грозанин, курс грозанин в Швейцарии, правильно? Да. Вот, и мы сейчас идем ко мне домой, запишем интервью. Классно, заходи, Ульс! Как тебе первые впечатления? А? А? Это хорошо, блин! Что называется, руки дошли до монтажа, но получилось довольно-таки увлекательно и интересно. В описании вас будут ждать тайм-коды по каждой теме, но сегодня будет все, включая легендарный одноголосный перевод. В силу того, что я-то здесь пятнадцатый раз, а многие мои друзья в России не были. Изюминка выпуска – это история из жизни, в частности, история из жизни моей одноклассницы. Отучились мы вместе с ней в школе, потом я поступаю в университет, она поступает в институт, получает высшее образование, заканчивая его с красным дипломом и начинает работать барменом на корабле. После чего начинает работать ученый с зарплатой 6,5 тысяч рублей. Во времена ковида ставят перед собой задачу, что нужно запереться дома и выйти со знанием немецкого языка, и у нее это получается. А в дальнейшем она переезжает за границу, в том числе задам вопрос ее мужу, как ему в России, почему он сюда приезжает уже 15 раз подряд. В общем, будет интересно, без промедления мы начинаем прямо сейчас приятного просмотра. Жень, я тебя безумно рад видеть, мы с тобой не виделись примерно лет так 20. Ну, наверное. То есть 11 класс мы заканчиваем, все, и разъезжаемся. Женя поступает в Москву, я поступаю в Москву учиться, и поехали. То есть кратко представлю, кто такая Женя. Училась всегда хорошо, трудолюбивая, хорошая, порядочная девушка. Соответственно, о ее женихе мы сегодня тоже немножко поговорим, но обо всем по порядку. Жень, вот смотри, нам всем интересно послушать. Ты заканчиваешь институт, расскажи, пожалуйста, какой, и где ты поработала в России? Ну, ты, конечно, маханул, что у нас 20 лет прошло, заканчивай. А я тебе, да, сам посчитал. Будет 15 февраля. Ну, 15, да, 15, тоже немало. Я посчитала, думаю, хм. Ну, вот, я, в общем-то, школу закончила, училась, ну, так себе в школе, на самом деле. Закончила институт в Москве, это был авиационно-технологический, вот, закончила с красным дипломом, и на тот момент я первый раз поехала за границу, работала на корабле, подрабатывала официанткой, это был круизный паром в Петербурге, и потом я решила, что там останусь на пару лет, это так проработала там барменом пару лет после института. То есть, тоже, да, такое вот интересное начало, из серии высшее образование есть, он начинается путь. Инженер с красным дипломом. Да, да, инженер с красным дипломом работает на корабле, работает барменом, но, тем не менее, ты на этом корабле, если я не ошибаюсь, ходила и за границу. Да, да. И там ты уже начала подтягивать языки. Ну, скажем так, на уровне, мне кажется, где-то А2 английский, я могла что-то сказать, ну, что-то определенно там не было каким-то таким красивым разговором, но что-то могла сказать там. А потом я начала просто его подтягивать на курсах, вот, и решила, что так как я уже проработала в море на тот момент 4 года, я подумала, что я больше не могу ходить, это очень сложная была работа ночью, и чисто физически это было действительно сложно выдержать, и я решила, что мне нужно на сушу. И вот тогда как раз я нашла свое первое место работы, так как мне было недалеко ехать до места работы, я, в общем-то, на него согласилась. Я работала ученой. Ученой? А это в какой стране? Это где было? Это было в России, в Петербурге. Ну, смотри, вот на самом деле это же очень интересно. Друзья, посмотрите, ученый. А что ты делала? Я исследовала эргономику формы, исследовала лекарства, которые были изобретены для, например, гипоксии, то есть мы ходили в экспедицию в горы, исследовали таблетки, которые произвели, и смотрели их влияние, то есть мы тренировали людей в нормобарической камере, там, где давление нормализовано, но выкачан кислород, и, например, в барокамере. И потом мы это исследовали в условиях непосредственно в горах. Это было примерно так, чем я занимался. Отсюда вопрос. У нас люди любят тоненький вопрос. Зарплата ученого сколько составляла? На тот момент я получала в Петербурге 6,5 тысяч рублей в месяц. Зарплата? Моя зарплата была. Я не гордилась. В тот момент это какой год? 2015 год. 6,5 тысяч рублей. Как вам? Мне нравится. Я вообще, я себе могла позвать маникюр. Ну, а как дальше, смотри, получается, тебе как бы родители помогали или жить-то как-то надо? Да, 6,5 тысяч, а ты действительно только могла маникюр все сделать? Ну, да, я делала себе маникюр, а все остальное я как бы... Мы встречались с молодым человеком, ну, в общем-то, так и жила. Работала на хорошей работе, на престижной, но ничего не получала. Друзья, поэтому здесь это не просто интервью, это вот пища для размышления. Ты получаешь 6,5 тысяч. Давай перейдем к теме, как ты уезжаешь за границу, потому что ты уже сколько, получается, проживаешь за границей? Полтора года. Полтора года. Вот. Куда ты переехала, в какую страну, где ты начала там уже работать? Ну, потом я переехала с Петербурга в Москву, там же продолжила научную деятельность, и потом ушла в Сколковый технологом. В общем-то, оттуда я и не хотела уже уезжать, мне все устраивало, все нравилось, но я получила предложение работы в Германии. На тот момент я начала учить язык немецкий, и мне кажется, мне было где-то... Мне сейчас 33. Было на тот момент 29, когда я его начала учить. И начала его учить довольно-таки быстро. Я взяла интенсивный курс и решила, что да, я вот сейчас закроюсь во время пандемии, выйду со знанием немецкого языка. Так и было. Это было 12 часов в неделю интенсива. Еще 12 я делала домашнюю работу. Ну, и, в общем-то, вышла с этим знанием. И начала откликаться на вакансии в Германии. Я откликалась 3 года. И, ну, естественно, у меня были закрыты двери, никто никуда меня не брал, и это было довольно сложно. Но потом, в какой-то момент, я пришла с собеседования, я как-то гуляла по городу Ахен в Германии и хотела устроиться работать именно прямо вот в этом месте. То есть я увидела, влюбилась, мне очень говорили классные отзывы о Рейнско-Висвальском техническом университете Ахена, там, где есть научные разработки. Ну, это такой довольно известный технический университет в Германии. И у них клиника. То есть это клиника, где... Ну, это самый большой госпиталь в Европе, он так немножко футуристически выглядит. И, в общем-то, у меня поступило предложение пройти там интервью. Я такая думаю, о, Господи, как же классно. Вот, я прошла. Это было одно из первых интервью. И я его проходила на немецком языке. И я поняла, что все, все звезды сошлись. Но переезжать-то я уже не хочу, потому что мне все нравится здесь. Я хотела уже обосноваться в Сколково. Я там уже работала полтора года. Хотела даже, может быть, приобрести там квартиру, ипотеку и так далее. Вот. Но случилось, что случилось. Я собрала вещи, поехала в Германию. А вот расскажи, пожалуйста, смотри, ты, получается, начинаешь работать дальше в Сколково. Вот ты уже прижилась, ты также работала там, что-то типа ученые. Нет, я была... Я работала по своему образованию, технологом на медицинском производстве. Я производила стенты, стент-системы, баллонные катетеры для людей, у кого, в общем-то, может быть, инфаркт, инсульт. Ну, в общем, стент-система. Ну, там-то зарплата была 8500 уже, или сколько? Моя зарплата составляла... Не скажу, а то коллеги обидятся. Ну, вилку примерно. Ну, конечно. Сколько получают там? Ну, такая средняя московская зарплата инженера. Ребята, когда еще у меня на кухне посидит настоящий швейцарец? Урс, хай! Велком ту Раша! Велком ту Москву! Скажи мне, пожалуйста, ты уже, конечно, в России не первый раз, пятнадцатый раз приезжает человек в нашу страну. Какие у твоих друзей, коллег по работе вообще первые вопросы, когда они узнают, что ты был в России? Что они чаще всего у тебя спрашивают? Вот какой самый такой шаблонный, постоянный вопрос? В силу того, что я-то здесь пятнадцатый раз, а многие мои друзья в России не были, они задают довольно-таки типичные вопросы. Пью ли я здесь водку? Пьют ли здесь люди водку? Действительно ли здесь так сильно холодно? Они не были в России и не представляют, как здесь что устроено. Когда ты был в России первый раз? Впервые я посетил Россию в 2007 году. У меня есть микроавтобус старенький от Вольсвагена, и на нем я катался по скандинавским странам. Заезжал поверху Германии, заезжал в Данию, и потом я доехал до Санкт-Петербурга. Ну, заехал и заехал, поставил тогда галочку для себя, как для путешественника. Но уже тогда мне понравился Санкт-Петербург и Россия. И как-то мне звонит мой друг. Привет, Урс! Я собираюсь ехать в Россию, в Москву, на языковые курсы. Буду учить русский язык. Поехали со мной. Я согласился. И с того раза я стал посещать Москву практически каждый год. Мне очень сильно здесь понравилось. Я сижу, киваю, как будто все понимаю, вообще не понял. Эти люди еще отправляют бумажные резюме. Господи, боже мой. И по сей день. Да, по сей день. Вот, об этом мы сейчас все дойдем. Друзья, у нас будет сейчас потихонечку подводочка. И таким образом там тебе откликаются и делают тебе предложение, и ты соглашаешься. Да. И уже все. Ну, я думал. Вещички собрала и поехала. Ну, как сказать, я очень расстроилась, конечно. Я к этому стремилась, я так хотела. Но я расстроилась. Потому что я не хотела переезжать, мне очень нравилось здесь. Ну, то есть я решила, что у Сколково прямо для меня это... Ну, мне нравилось, действительно. И все устраивало на работе. И, в общем-то, все было хорошо. Но я подумала, что поскольку из-за политических соображений предыдущая компания, которая сотрудничала с моим производством, ушла из России. Это была компания «Метроник». И им пришлось это сделать. И наступает примерно такая же ситуация, когда никто не знает, закроются ли компании из-за того, что поставки европейские, поставки также индийские. В общем, это такая сложная логистическая схема. Вроде как медицина к этому не относится. Я, в общем-то, не про политику и не про санкции. Но, тем не менее, как бы это могло повлиять на мое будущее. Я подумала, что большой риск, и поэтому я могу остаться в какой-то момент без работы, потому что так уже произошло с моей компанией до этого. И я согласилась. В общем-то, я очень быстро подумала в течение пару дней и в конце недели отправила свой ответ. И начала оформление документов. То есть, нужно было рабочую визу, контракт. Все вот это оформлять в посольстве Германии. Ну вот расскажи, пожалуйста, про это подробнее. То есть, получается, ты переезжаешь в Германию. Ты переезжаешь одна. Да. Все, в какой-то день ты собираешь свои вещи. Маме говоришь, мама, пока я поехала. Что это была за должность? Чем ты занималась? И какой оклад просто для понимания? Зарплата там была хорошая. Для немецкого рынка это была такая плюс-минус средняя зарплата и для города. Я получала 4 700 евро в месяц. Я работала научным сотрудником в Униклининг Ахан. И, соответственно, налоги я оплатила по полной. Там у них 10 классов налогов. И у меня, естественно, был самый высокий налог, потому что я не замужем, у меня не было детей. Это плюс-минус около 40% от зарплаты. Ну вот 4 700 отнимаем сколько? 40%? Ну там 39 где-то так. Короче, половину почти. Что 38-39-40. Не могу точно сказать. Короче, получаешь ты 4 700 минус 2 700, минус 2 тысячи. Что-то около 2 700, 2 800. Да. Ну это в среднем очень хорошая зарплата. В плане, чтобы приехать пожить, купить, покушать, попутешествовать. Этих денег хватает. Еще даже что-то отложить. Но при этом с такой зарплатой вообще реально ли там скопить себе на свое жилье, на машину? Сколько это времени будет занимать? Ну какое-то продолжительное время, но кредиты у них по низкой ставке это 1-2%. Сейчас, наверное, побольше. 2,5. Я точно не могу сказать, но люди копят. Но они не живут так, как мы. Это же немцы. Они экономят на всем. Они не пойдут в кафе кушать. Вот смотри, давай так. Я сейчас тебе поставлю как раз этот вопрос. Многим из нас интересно послушать, как оно там-то, в этой Европе, загнивающей Европе. Кто-то говорит наоборот, там очень круто. Ой, Европа, ой, я так хочу там жить. Вот ты приезжаешь. Вот ты нам дай, пожалуйста, выжимку с акцентом на конец 2023 года, начало 2024 года. Когда ты приезжаешь в последние два года, какую ты прям кардинальную разницу замечаешь между нами и ими? Вот, например, ты говоришь то, что в кафе они лишний раз есть, не пойдут. Что еще есть интересного? Ну, в целом, если говорить о Германии, там коммунальные платежи, наверное, самые дорогие в мире по поводу газа, отопления и так далее. Они очень сильно стали на это жаловаться. Потому что я приехала в тот момент, как раз, когда они просто вот так вот взорвались вообще. То есть никто не знал, что делать. И в соседних Нидерландах, чтобы отопить дома, нужно было там потратить, не знаю, 1500 евро в месяц для того, чтобы есть там газовое отопление. Там действительно была проблема. Не знаю, как они сейчас там решают, решили там какими-то поставками и другими вещами. Вроде как так плюс-минус стабилизировалось все. Но в целом так, коммуналка там очень дорогая. И люди начали жаловаться. Я как раз попала в этот момент, когда все начало дорожать, ну, в общем-то, такие новости там и были. В целом, народ, в принципе, ну, они очень любят экономить. То есть у меня было окружение такое, не самое удачное. У меня были подруги русские, которых я потом там встретила. Там очень хорошо подружилась, очень классные девчонки. У них окружение немецкое, конкретно там, было совершенно другое. Не такое экстремально экономящее, как мое. При этом люди довольно-таки состоятельные. Мне кажется, что это как-то в пропорциональной зависимости влияет. То есть чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты экономишь. Ты не смываешь воду в туалете, например, ночью. Или там, ну, у меня такие какие-то ситуации были, которые меня приводили в шок и ужас. И это как бы не шутка. Это действительно так? Это на самом деле, ну, вот именно мое окружение было очень вот таким вот экономящим на всем. Мне это не нравилось. Первые впечатления, вот вообще в целом, когда ты приезжаешь в Россию, ты был, смотри, в Москве, в Питере, в Кашире ты даже побывал, в разных местах. Что тебя, знаешь, вот именно шокирует из серии? Вот бывает, нам говорят, что в России там плохие дороги, какой-то, может быть, контроль где-то с кем-то ты общался, тебя это просто удивило. Атмосфера в кафе. Вот какие-то такие вещи, да, для нас бытовые, но для тебя такие, прям вот, вау, вспышку сделали в голове, что ты это прям запомнил. Типа ничего себе. Это масштаб. Ты вдумайся, во всей Швейцарии людей меньше, чем у вас в одной только Москве. Впечатлило, конечно же, метро. От него я остался просто в восторге. Бросилось в глаза, что у вас всегда что-то работает. Мы вышли из клуба в 4 утра, и на каждом шагу рестораны и кафе, где можно спокойно поесть, круглосуточные аптеки. Швейцария более маленькая, у нас будет все закрыто спокойнее и тише. Ну, а такие вещи, например, бытовые, смотри, ты вот нам вот рассказываешь о Швейцарии, там так все красиво, все классно, там европейская страна. Но когда ты, например, заходишь, даже вот ко мне в подъезд, вот ты раз, ого, у Женьки был в Квашире, в подъезд заходишь. Вот такие вещи, знаешь, которые окружают наш быт. Может быть, наличие огромного количества автомобилей во дворе. Вот такие вещи есть, знаешь, типа ничего себе прикол, как сделано. А вот здесь интересный момент, как вообще происходит монтаж подобных выпусков. Ну, смотрите, задаю, понятное дело, вопрос я ему на русском языке. За кадром Женя начинает ему его переводить. Далее, я могу сделать озвучку, но конкретно ответ на этот вопрос пусть Женя озвучит сама, потому что, когда я его слушал, я думаю, блин, ну сейчас начну рассказывать, скажут, ну понятно, какая-то хрень не так переводит. Вы послушайте, что говорит швейцарец про наш быт. Я привык, что, ну вообще я к России привык, и меня не удивляют подъезды, не удивляют машины, ну так как он был здесь очень много раз. Раньше было классно, типа город себя изменил, сейчас можно заказать такси в приложении, раньше не было такого, и для нас было классно проголосовать и взять такси, взять Ладу. Например, они считали это очень клевым. Появилось много торговых центров, жить стало комфортнее, но, допустим, что он сравнивает в Швейцарии, люди начинают очень много жаловаться, что здесь люди так не жалуются. Он привел пример от того, что он был в Волгограде, и он шел со стадиона, и нужно было идти три километра. И люди выстроились в одну ровную линию, и все посчитали это нормально, просто идти три километра. В Швейцарии каждый второй сказал, что это очень дерьмово организовано, и начал бы жаловаться. И он посчитал, что здесь люди какие-то другие, они привыкли, что если надо подождать, то они подожду. С точки зрения жизни вообще, вот он ездит, смотрит дома, разные высотные дома, есть старые дома, есть новые дома, есть небольшие городки типа микрорайона, частный сектор. Вот если ему поставить вопрос, где бы ты хотел жить в России из того, что ты увидел? У вас очень большая страна, и, конечно же, я не объехал еще всех крупных городов. Но из того, что я видел, это Москва. Мне понравилась динамика города, и что здесь, повторюсь, всегда все открыто. Я всегда могу пойти в любое место. Я люблю футбол, и это было бы удовольствие наблюдать за ним, например, ночью. Если говорить об архитектуре, то мне нравится абсолютно любая архитектура, как старая, так и современная. Я бы согласился жить и там, и там, в зависимости от конкретной ситуации. Но мне нравятся оба вида архитектуры. Вообще, когда он едет в Россию, с чем она у него ассоциируется? Ну, смотри, говорят там мороз раз, водка, говорят там, не знаю, борщ. Но для него, вот он едет в Россию, и вот он, что для него Россия? Это, безусловно, люди. Понимаешь, те европейцы, которые ни разу не были в России, они думают, что вы закрытые, возможно, угрюмые и даже агрессивные. Но когда оказываешься здесь, это совершенно не так. Ну, смотри, однажды мы выходим с вечеринки, я знакомлюсь со случайными людьми. И они мне говорят, пойдем к нам домой, мы накормим тебя борщом. И это так и было. Мы пошли, и они действительно накормили меня борщом. В Европе это будет немыслимо. Представление о русских совершенно другое, нежели чем вы есть на самом деле. Слушай, с точки зрения банковской сферы, это правда, что у них там до сих пор настолько все туго? Вот, смотри, например, я сейчас могу взять, открыть мобильное приложение, оплатить счета, переводы сделать, что угодно. Там так же? Все, как ты правильно говоришь, все очень плохо. Но есть пара банков, которые позволяют, например, они очень альтернативны нашим. Раз-два и перевел. Но нет такого, что ты можешь положить деньги. Например, есть онлайн-банки, которые позволяют тебе хорошо с сервисом работать. Но, конечно, если брать классические такие немецкие банки, это просто вот можно залезть под ствол и сказать, боже, как вы вообще живете. Они еще очень любят наличие. Ну, то есть, это от народа к народу, на самом деле. Вот про наличные. Смотри, я заметил такую картину. Я ездил в отпуск в Дубай. Наша страна находится под санкциями. У меня есть одна единственная карта нашего главного государственного банка. Она работает везде, как часы. При этом я постоянно видел толпы европейцев, которые стоят к банкомату, и вот он одну карточку засунул, она ему денег не дала, вот он другую дала. То есть, не то, что у нее денег нет на карте, а то, что какой-то банк блокирует, не дает. Вот. В чем проблема? Почему они? Что происходит? Можешь объяснить? Я не могу объяснить, я не сотруднил банк. Нет, я к тому, что они, мне кто-то говорил то, что сами европейцы все до сих пор любят эту наличку, привыкли к ней. Ну, тут надо конкретно по-растранному идти. Если это немцы, то мне кажется, это прям самый плохой пример. И особенно вот все, что касается каких-то современных технологий банковской сферы, можно сказать, что они где-то минус 20 лет назад от нас. То есть, эти приложения, они настолько убогие, прям убогие приложения банков у них. И не только там, допустим, двух-трех, но это правда. Это все очень-очень. Хорошо. Ну, вот первые ассоциации, первые впечатления. Ты переезжаешь, смотри, ты пожила в Кашире, ты пожила в Москве, в Питере, ты оказываешься в Германии. Как? Прям сильно лучше у них уровень жизни, чем у нас, вот в сравнении с этими городами, которые я озвучил? Ну, они отличаются, конечно. То есть, в целом выше уровень жизни, да. Плюс, именно говоря о Германии, социальная поддержка, она выше. И как социальная поддержка, я, наверное, как-то неграмотно могу выразиться. Но, тем не менее, у них по-другому это все. То есть, как-то людей больше среднего класса, что ли. То есть, больше именно среднего класса. В плане, что нет такого, что вот этой пропасти. То есть, как-то действительно, ну, что-то среднее. Допустим, в Голландии у них, чем больше ты получаешь, тем больше у тебя налог. Ну, как, наверное, в большинстве европейских стран. Но там у них есть такой налог, например, на машину. Если она будет определенного класса или дороже, там, среднего, то ты платишь этот люксус-штойн. Это получается, что ты платишь экстра за машину, если ты хочешь какую-то классную тачку там иметь. Ты должен, ну, то есть, их как-то усредняют. Получается, что, ну, вот, нет экстремально богатых, там, экстремально бедных. Есть, конечно, да, случаи, но именно их как-то усредняют. Слушай, расскажи, пожалуйста, что тебя впечатлило с точки зрения негатива? Вот, допустим, ты приезжаешь, с чем-то ты начинаешь сталкиваться, что-то такое, ого, ничего себе. Ну, это, конечно, немецкая бюрократия. Это просто полный трэш. Ну, прям хуже этого я нигде в жизни вообще в мире не видела. Это, ну, многие, наверное, знают уже из всех роликов, что там по почте приходят тысячи писем и так далее. Но, ребята, когда вы с этим сталкиваетесь, это просто, ну, это ужас. Если тебе необходимо оформить твои документы где-то, то обязательно тебе надо назначить встречу. Встречу ты эту никогда не получишь. Ты должен сидеть и полгода обновлять себе прямо заранее для того, чтобы продлить там вид на жительство, для того, чтобы сдать экзамен языковой или, например, про экзамен по натурализации, тебе нужно просто сидеть вот так вот клацать, потому что там забито все. Они, я даже не знаю, в чем причина. Нехватка персонала. Они, может быть, как-то медленно работают и так далее. Но все, что касается оформления документов для продления визы, вида на жительство, то есть весь этот скоб, когда ты иностранец, все. А для местных? Какой бы у тебя доход не был, кем бы ты там ни был, ты проходишь через все эти правила, всю эту бюрократию, и она для всех одна. И это просто полный трэш. Это полный, вот прям полный трэш. Но это для иностранцев или местное население тоже самое, со своими документами тоже так же сталкивается? Я думаю, что они сталкиваются так же, если кто-то начинает новый проект, бизнес, строительство, закупки и так далее. Они с бюрократией будут тоже сталкиваться. И немецкая бюрократия одна из самых ужасных в мире. То есть это просто тысячи писем по почте. Если у тебя что-то, тебе нужен какой-то там пин-код, ты там зашел в наше приложение классно, через три секунды ввел это на сайте, то ты будешь неделю ждать письма с пин-кодом. Задай вопрос такой. Он сказал, что у него друг ехал в Россию учить русский язык. Вообще, то окружение, которое у него едет в Россию, с какой целью, что их сюда ведет? Обычно, знаешь, все говорят, что «О, надо в Европу». А тут европеец, да еще и из Швейцарии. Едет в Россию и его друзья. А вот это сложный вопрос. Я не смогу ответить за других. Потому что в нашем случае с другом мы поехали абсолютно спонтанно. Ему, например, в жизни захотелось чего-нибудь новенького и поехал в Россию учить язык. И хотел что-то новое пережить. Поэтому я поехал сюда. Поехал в Россию пережить что-нибудь новенькое. Поэтому для меня это было просто совпадение. Но мне понравилось и я стал приезжать чаще. Вот у него, как у человека, ему скоро 40 лет. Есть ли у него вообще за все эти годы его жизни какие-то были ли переживания? Ну, знаешь, у нас люди бывают, волнуются постоянно. Работу можно потерять, денег не хватает на жизнь. Что, блин, как дальше жить еще. Что такие вещи бытовые. Что, блин, вроде бы деньги не самое главное, но без денег жить невозможно. У него вообще когда-то это возникало в этом плане? Вот какие-то стрессы. Вот от чего он вообще стрессует? Что его волнует? Для меня все, что ты озвучиваешь, звучит так же. И в этом плане я сам себя считаю немного русским. Все потому, что я занимаюсь бизнесом в Швейцарии. И для меня важно мое финансовое будущее и будущее моей компании. Хотя в Швейцарии действительно можно жить спокойно. Просто устроиться на работу тебе будет на все хватать. В том числе и скопить на дом. Ты можешь жить и наслаждаться. Но это немного не про мою историю. Давай кратенько расскажем, что Урс последние годы занимается чем? Садом строительства и дизайном сада. А до этого вообще чем он? Всю жизнь в этом направлении работал? Ушел работать на себя. А вот спроси, почему вот он ушел работать на себя? Он же работал в найме, а потом решил открыть свою фирму. Почему? На самом деле это было тоже довольно спонтанно. Я никогда не хотел брать на себя такую большую ответственность. Я всегда хотел трудиться и путешествовать. Не более того. Но коронавирус внес свои коррективы. Так как я очень много просидел дома. У меня было много мыслей в голове. Что у меня очень много контактов. Я в принципе хорошо разбираюсь в этой теме. Я подумал, ну а почему бы и правда мне не попробовать открыть свое дело и работать самому на себя. Так это все и произошло. Где тебе в целом так понравилось больше с точки зрения жизни? Давай сравним все-таки крупный город. Вот Москва или же все-таки Германия? Это по-разному. То есть я в Москве, мне кажется, это зависит от работы. То есть я жила в Москве и мне не нравилось на работе. Я жила в Москве и мне нравилось на работе. То есть все зависит от окружения, от работы. Я делаю упор на работу. Мне нравилось и в мегаполисе жить. Но и в Германии тоже нравилось в какой-то момент. То есть там много чего хорошего. И также сравнивая несколько стран. Например, в Голландии. Там немножко по-другому. Там банковская система работает по-другому. Там есть тоже быстрые платежи. В той же самой Швейцарии есть тоже быстрые платежи. В Португалии есть. Есть страны, где это хорошо развито. Есть страны, где это развито плохо. Есть Германия, где все плохо. Расскажи мне, как ты переезжаешь в Швейцарию. Как ты познакомилась с женихом. Ну, я приехала в Германию. Я проработала там, наверное, три месяца. И моя мечта немножко рухнула в реальность. Потому что было абсолютно скучно. Мне очень понравилось работать конкретно на тех научных проектах, которыми я занималась. Мне все говорили, подожди, будет интересно. Ты обязательно там как-то развешься как специалист. И я такая думаю, нет, мне не нравится моя работа. Я не хотела бы ней заниматься в будущем. И такая думаю, ну, наверное, мне надо подкликаться еще на вакансии. Работала я на немецком. Также частично на английском. Ну, я подумала, что попробую я в Швейцарию. Потому что я была в Швейцарии первый раз. Я обучалась в Германии по старой работе в Москве. То есть меня отправили в командировку к технологическому партнеру. Я побыла там полтора или два месяца. И я во время короны... Я очень хотела посетить Швейцарию. И получается, что я просто арендовала машину, оставила ее и поехала на поезде. И улетела из Швейцарии домой уже. На четыре дня как раз-таки я попала в место, в котором я на данный момент живу. И мне очень понравилось. И я сказала себе, было бы классно здесь жить. Вот. Потому что мне очень понравилось. Я такая думаю, ну, мало ли. Это какой городок был? Это город Тун, Кантон Берр. И там очень красиво. Там как раз ты приезжаешь, ты видишь перед собой Альпы. Ты поднимаешься наверх, там уже начинаются вот эти вот красивые горы, снежные шапки. Короче, все то, что нам вылетает в роликах коротких, вот эти красивые видео, которые кажутся каким-то видеомонтажом. По факту это вот как раз то самое место. Там ты знакомишься с Урсом? Нет. А как? Мы познакомились случайно в Москве. Ух ты. Да, мы познакомились в 2018 году. Да. И он опоздал на самолет в Цюрихе. Мы случайно познакомились в Коломенском парке. Я так разговаривала с ним, мы с ним обменялись, там, телефон или так что-то. И он мне потом через пару лет написал, ой, мы там прилетаем с другом в Петербург, потом мы едем в Ярославль, потом мы поедем в Москву. Приезжай в Петербург, мы так вот разговаривались, мы просто дружили, общались. Угу. Вот. Но так как я находилась в Германии на тот момент, я сказала, ой, я заеду к вам в гости, к ребятам, которые приезжали тогда в Москву. И я заехала, в общем-то сказала, хочу здесь жить, здесь очень классно. Я потом улетела домой в Москву обратно, и мне приходит вот это предложение в Германии, и я переезжаю. Вот. А когда я поняла, что мне там не понравилось, я начала откликаться на вакансии в Швейцарии. Я откликалась так, наверное, ну, неделю-две, мне начинают приходить предложения. И причем так быстро, ну, то есть много прям собеседований прям вот. Вот. Я, в общем-то, получила два предложения от компании. В одну меня пригласили приехать на собеседование. Я приехала в Швейцарию. И, ну, пришла успешное собеседование. Сказала, что я очень хорошо борюсь со стрессом. Я жила в Москве. Дедлайны были все на прошлой неделе. Да я вообще сейчас 20 раз отожмусь от пола. Меня взяли технологом по автоматизации технологических процессов и производства. В общем-то, на медицинском производстве. И, ну, вот, как-то такая история. Ну, и там уже, получается, ты начинаешь жить. И с Урсом у вас уже, скажем так, начинается любовь. Ну, да. Вот, смотри, звучит в твоих уст так, что это все просто, вот, на Изи, знаешь. Я села, в карантин, закрылась, дома выучила немецкий язык. На сегодняшний день ты знаешь хорошо русский язык, ну, понятно. Знаешь немецкий, он у тебя в свободном формате. Ты общаешься, как говорится, на Изи. И английский знаешь. Да. Какие-то еще языки? Ну, швейцарский понимаю. Понимаешь, но плохо говоришь. Могу ответить, но это такой специфический акцент. Мне хочется быть немножко высмеянной, потому что они такие консерваторы. При этом у тебя паспорт гражданина Российской Федерации. Когда ты отправляешь свои резюме, вот, объясни нам, как это сегодня происходит. Ничего себе. Ты гражданин России, у нас санкции. А там тебе приходят предложения, тебя приглашают на работу. И ты говоришь очень много. И ты спокойно идешь, устраиваешься. Опять же, раз тебя берут на работу, то тебе работодатель уже сам делает визу рабочую. То есть, тебя полностью легализуют. Вот расскажи про это подробнее. Ну, наверное, основная причина – это то, что я откликалась конкретно из Германии. То есть, откликаясь из России, я пробовал два раза, по-моему, или три откликнуться из России. Но в Швейцарии такая очень большая проблема, если ты человек из третьего государства. Это не то, что ты страна третьего мира. Нет, есть такое понятие официальное, как третья страна. То есть, это швейцарское понятие, где твоя страна не входит в Европейский союз, не входит в Европейскую экономическую ассоциацию. И ты как бы последний человек вот в этом листе на трудоустройство. На кого посмотрят. Да, это довольно сложно. Это сама система в целом не приветствуется. Ну, то есть, мигрантская система – она одна из самых строгих в Швейцарии. Но у них также нехватка рабочей силы, именно специалистов-профессионалов с высшим образованием, с опытом работы подходящим. И вот в этом, наверное, есть плюс, потому что наше образование, оно считается одним из самых хороших образований. И ты также можешь устраиваться инженером, не подтверждать свою квалификацию. Возможно, там определенных узких специальностей, как архитектор и так далее, нужно какие-то дипломы подтверждать, доказывать и так далее. Но вот в мое образование инженера-технолога по автоматизации, мне не нужно было кому-то доказывать, что я инженер какого-то класса или классификации. И, в общем-то, я просто даже не проставляла апостиль на свой диплом, где я читала на всяких форумах, что нужно там проставить апостиль, переводить диплом у специального переводчика в стране, где ты находишься. То я этого не делала. Я просто пошла к нотариусу, перевела вот этот, ну, просто на немецкий язык, не проставляла апостиль, что я не знаю вообще, как вот. Я везде читала, что надо это делать, все так делают. Я так не делала. Я просто пошла на Павелецк, отдала, через час забрала немецкий. И все работает, пожалуйста. И все работает. Никаких вопросов не возникало. Нет, я даже, мне не спросили оригинал диплома. То есть, у меня он был там в копии, на немецком языке, на работе. Мне никто не потребовал ни оригиналов, ничего. Я приехала на работу, в общем-то, так и собрала. И, ну, вот, самая загвоздка в Швейцарии, это вот эти документы. То есть, работодатель должен доказать сначала миграционный центр. Ну, как он называется? Сэм. Я не знаю, как в России называется. Ну, понятно. Миграционные темы, что ты нужна. Да. И ты потом, получается, ждешь непонятно, какое количество времени. У кого-то это работает быстро, у кого-то медленно. У меня это за него 4 месяца. Ожидание. Ожидание, и ты не знаешь результатов этого ожидания. Сначала доказывают, что ты соответствуешь квалификации, потом доказывают, что там за тебя будут платить налоги и так далее, что тебе классный диплом, классный опыт, и ты вообще прям вот 100% для этой вакансии, и никого другого вообще на свете нет, кроме тебя. И тогда ты, получается, уже проходишь какие-то этапы, и после того, как ты получил это одобрение, смотрится, есть ли квота, Антон, на трудоустройство человека из третьей страны. Но вот сейчас я как раз прочитала, что как раз не хватает, ну, квоты осталось еще больше, а я-то думала, что это прям на расхват. Но не каждый работодатель готов взять человека из третьего государства для того, чтобы платить там за него налоги и нести какую-то гигантскую ответственность. То есть, ну, вот мне, в общем-то, 4 месяца это все дело оформляли, и каждый день ты просыпаешься и думаешь, в какой-то момент эта схема может сломаться, потому что ты не знаешь итога. То есть, дадут тебе разрешение на работу, вот эта самая загвоздка, или не дадут. И получается, что когда ты сделал это разрешение на работу, тебе нужно делать еще визу. И я подумала, ага, у меня разрешение на работу есть, я говорю HR. Слушай, Диана, у меня такая проблема, я как бы должна официально ехать в Швейцарии, у меня только вид на жительство Германии, мне нужна рабочая виза. А везде написано на сайтах, что я должна прилететь в страну, где прописано, в которой, ну, то есть, у меня паспорт, и там я должна оформить себе визу на работу. Я не могу заехать по туристической визе и так далее. Но, в общем-то, основной этот стресс был, мне казалось, что я сейчас поеду в Россию и буду ждать еще оригиналов документов, там, ever, в общем, over monotel, это все какое-то количество во время. И, ну, вот так сложилось, что я начала читать на швейцарских сайтах, именно миграционных вот этих вот дел всех, как это происходит, и докопалась до того, что рабочая виза мне не нужна, потому что у меня там истекал вид на жительство Германии, и мне нужно было сказать на работе, что я увольняюсь, и не отрабатывать там вот это вот какое-то, у них там, в общем, свое. Я должна там, по-моему, месяц еще буду отработать, но я не хотела этого. Мне нужно было выходить на работу. И я сказала, что я, в общем-то, вот, да. Короче, прикол такой, да, звучит, что нужны были документы, но потом выяснилось, что документы никакие не нужны, приезжай. Длинную историю делаем короткой, тебя принимают на работу, ты получаешь оффер, оно же предложение. Спустя 4 месяца у тебя готовы документы, тебе говорят, все, давай, приезжай, начинай работать. Какой оклад тебе озвучивают, на какие цифры ты едешь? Ну, это какие ты сам зарядишь. Ну, вот, приведи нам пример, я просто для того, чтобы можно было смоделировать ситуацию, посчитать с точки зрения того, вот ты приезжаешь, вот сколько тебе платят? Ну, это коммерческая тайна, некоммерческая, вообще секрет, не секрет, готовы ты об этом сказать? Я могу сказать, что я получаю среднюю зарплату. Могу сказать также, что от кантона к кантону и от города в городу они немножко отличаются, и от профессии в профессии. Минимальная заработная плата – это 25 франков в час, в Швейцарии признана, и, может быть, 23. Ну, где-то так. Свой оклад озвучен этим. Ну, ты какую-нибудь, знаешь, брилку просто скажи, вот на подобные должности можно получать от и до, примерно хотя бы. Там можно по-разному получать. Ещё в Швейцарии говорят, что женщины получат меньше. Вот, цифры назовёшь? Такой, хорошо ты так, знаешь, уходишь, так, да-да-да, классно. Следующий вопрос. Да-да-да. Ты приезжаешь, начинаешь работать. Этих денег тебе за вычетом всех налогов тебе хватало на съём жилья, и вообще на эти деньги ты бы смогла прожить дальше так, что ты работаешь, скопила на первоначальный взнос, ипотеку взяла, чтобы, допустим, без помощи мужа сама одна заиметь хотя бы себе недвижимость. Я зарабатываю больше мужа. Больше мужа. То есть, получается, всё бы получилось. Без проблем. Сколько стоит квартира сейчас в Москве, допустим, в стройке, например, она построится через 4 года? Ну, примерно как-то. Ну, давай так, 100 тысяч евро-300 тысяч евро. Вот такая тебе диапазона. Ну, двушка я тебя называю, я тебя не называю за маленькую. А давай однушку в стройке замка. Короче, минимально это будет 50 тысяч евро. Я так скажу. Ну, примерно так. Мне кажется, за пару лет можно, не знаю, за полтора года можно купить. Какие вообще у него цели, как у гражданина Швейцарии? Вот смотри, в каком ключе. Вот, допустим, у нас в стране люди что хотят? Жильё, чтобы своё было. Из приземлённого. Трёхкомнатная квартира, чтобы на всю семью хватало. Раз. Автомобиль, чтобы был. Или даже два в семье. И какой-нибудь загородный дом. Вот тогда всё шикарно. То есть, в целом, на этом потребность человека полностью будет закрыта. Вот у них, как у швейцарцев, к чему они стремятся? Это квартира двухкомнатная, трёхкомнатная. Дом загородный. Вот в целом. Какая картина? Сейчас в жизни мои цели немного поменялись. Вот раньше, когда я был молодой, мне хотелось много денег. Я много работал. И я их зарабатывал. С каждым месяцем их действительно становилось всё больше. И я покупал себе различные вещи. Сейчас же я становлюсь старше. И первое, что меня волнует, это как будет работать моя компания. Чтобы люди были довольны, чтобы были позитивные отзывы. Чтобы люди были довольны качеством моих услуг. А деньги – это уже посредственно. Я уверен, они придут. Но первым делом я хочу делать добро и быть полезным. Ну и, конечно, не забываем про здоровье. Это действительно очень важно. Главное – быть здоровым, а не богатым. Это для меня так важно. В завершение. Смотри, в России сейчас ушли европейские бренды, именно автомобильные. То есть у нас сейчас из машин продаются только отечественные «Лады» и китайские машины. Вот я думаю, ребятам будет интересно послушать вообще. Он что-нибудь слышал про китайские машины? Вот тот, как мужчина, вообще интересовался, когда ты читал про них, смотрел. Что он вообще по этому поводу думает? Или для него машины – это только вот европейцы? Для меня важно, чтобы машина просто ехала. Я не углубляюсь в технические детали и ничего не знаю про рынок китайских автомобилей. Но вот совсем недавно я прочитал новость, что в Швейцарии сейчас становится все больше и больше электрических автомобилей из Китая. Обычно мы выбираем автомобили из Кореи и Японии, если мы говорим про электрички. У меня же в пользовании несколько автомобилей. Так, например, Citroen Berlingo и есть еще один пикапчик. Я его использую для своих коммерческих целей. Такой вопрос, просто это будет интересно послушать. Какую бы он идеальную машину видел для себя? Знаешь, допустим, в России говорят, классный X5, BMW X5. О, там, и подходит под все нужды. Вот у него есть какая-то машина, которую он хочет, или там друзья у него в округе, знаешь, которые все говорят, типа, о, блин, ну это классная тачка, ее бы все, многие хотели бы. Хотя бы так вот, какую-то конкретно одну модель. А у меня была BMW, и да, я бы с удовольствием рассмотрел бы что-то из новых моделей. В тот же момент, ну вот, Lamborghini. В Швейцарии это не совсем круто. Я ездил на Lamborghini, брал ее в аренду. Но когда ты берешь этот автомобиль и нажимаешь на газ в пол, ты тут же должен отпустить его, потому что ты можешь попасть в тюрьму за превышение. Поэтому у нас это не очень круто. Но на сегодняшний день я бы для себя скорее рассмотрел бы что-нибудь из мерседесов. Мы снимаем вместе с Урсом. И это трешка, три с половиной, по-моему. Но я не знаю, как у них там считается, это кухня, не кухня. Ну, то есть, словно говоря, три с половиной, наверное. Но это небольшая квартира. То есть, по местным меркам это довольно небольшая квартира. В среднем у них 1500 стоит где-то. В городе, не в городе. Да, но это двушка где-то. Вот, возможно, ну вот до 2000. Ну, давай какую-то, знаешь, такую выжимку от себя с точки зрения того, что Россия и Швейцария. Всегда так кажется, что о Швейцарии. Начнешь сейчас читать, там начнется вода чистейшая, можно пить из-под крана, из речки, из проруби, откуда хочешь. Свежайший воздух, спокойная страна. Всегда все ее обходит. Там тихо, спокойно, все классно. Так ли это? Ну да, так и есть. Вот ты, когда приезжаешь туда, ты прям чувствуешь вот этот просто контраст, как будто ты попадаешь в рай. Я вот, когда первый раз сюда приехала, я зашла, я такая говорю, я дома. Круто. Вообще, я говорю, все, я здесь вот хочу жить. Я природа, конечно. У меня до сих пор, я езжу, я на работу езжу вот так, за рулем. Отвлекаюсь на все стороны. Ну, это какой-то для меня, как человек, который привык к московскому климату, к петербургскому климату. Ты смотришь, там, доезжаешь с игры до работы, у тебя там может быть снег, зеленые луга, шапки, и ты едешь, а у тебя осень. И еще и листва желтые. То есть это абсолютно какие-то перепады над эти горные. Ну вот, в общем-то, мне нравится природа, плюс зарплата мне нравится, качество жизни, качество продуктов. Очень мне нравится. И в Европе в целом качество продуктов гораздо выше. Я не боюсь, что я зайду в магазин и куплю какой-то полуфабрикат. Я потом, у меня очень, как сказать, было много историй с отравлением. Я ни разу еще не отравилась вот этими вещами, допустим, за границей. Подход на работе, смотри, у нас бывает так, что, как вот ты отмечала, дедлайн вчера, все быстрее, быстрее. Не знаю, там, нервный начальник, начальник, который, ну, как всегда, у нас начальство говорит, что сотрудники плохие, сотрудники, начальство плохое, как там, ты работаешь с напрягом, у тебя есть стресс, или в целом рабочий день проходит просто в удовольствие? Я бы сказала, что напряг, ну, в зависимости от дедлайна, да, проекта, но такого нет. Я не встречала, конечно, такого ужаса, с которым я сталкивалась в России, потому что там все-таки вот прям четкие рамки, work-life balance. И в Швейцарии это скорее больше life balance. И в целом люди работают по другому, в другом графике, в другом ритме. Они приходят в офис в 6.30, в 7, уходят в 3, в 3.30. Они берут 80% работы, не 100%. Они будут зарабатывать меньше, они будут неплохо зарабатывать, но они будут жить. То есть в Германии по-другому. То есть нет такого, что захотелось мне работать 80% у моего окружения. Возможно, есть другие какие-то примеры. Они в сторону денег, здесь в сторону жизни, потому что там все хорошо, потому что они получают много денег, они классно живут, и они любят себя, наверное, свою жизнь. Они ездят в горы, они тратят на это кучу бабла, на то, чтобы покататься на лыжах. Они берут неделю отпуска и едут с детьми на лыжи. И это очень дорого. Но при этом они это делают. Они будут, ну, любят там, конечно, тоже деньги откладывать, но нет такого, как, например, мне можно сравнить с Германией, я это делаю и говорю, что люди там неожадные, например, в Швейцарии. А ты сталкивалась с чем-то негативным с точки зрения следующего. Вот подчеркиваю, именно бытовая жизнь. Что, например, ты приходишь, коллеги на работе, либо, может быть, друзья в окружении на что-то без конца жалуются. Вот у нас бывает жалуются, там зарплата маленькая, еще что-то. Там в целом вообще вот какие-то такие вот, скажем так, обсуждения на кухне, на какие темы идут, если мы говорим про негатив? Я бы не сказала, что мы что-то обсуждаем такое касательно жизни. Нет. С точки зрения вообще отношения людей, знаешь, у нас бывает такое, что стоишь на остановке, человек закурил, и все, кто рядом, попадают под этот дым, бросил окурок, бросают мусор люди частенько сами. Знаешь, бывает, жалуемся на что? Ой, как в городе грязно. А кто же насвинячил? Сами насвинячили. Швейцарцы в этом плане как? Ну, мусорить не будут, конечно. Мусор сортируется, но не на пластик, там что-то. Там просто есть биоотходы и все остальное, все, что горит. Это все, ну, и стекло там, условно говоря. Там этот мусор перерабатывается в энергию, они, мусоросжигающие заводы, они экологичные, они находятся прямо в городе, и прям это все в электричество у них перерабатывается. По поводу самого окружения, ну, да, там очень чисто, конечно. Курят на улице. Законы. Ну, что меня это поражает, что я сама жалуюсь на тех, кто курит, потому что я не люблю этот дым. И они могут курить, несмотря там на то, что будет стоять толпа людей, прямо на фестивале, прямо на стадионе, прямо за столом на улице. То есть они не будут курить в помещении. Но если ты кушаешь на улице, пусть готов, что кто-то справа будет, несмотря на твоего ребенка, курить. И мне это не очень нравится, но для них это считается нормально. Ну, я не знаю, для меня это не очень нормально. Слушай, что удивляет из законов? Вот бывало, да, мы слышали, что, например, если не ошибаюсь, про Суфицарию это речь или нет, но, например, после 11 часов, живя там в многоквартирном доме, должна быть полнейшая тишина, что вплоть до того, что аж там чуть ли туалетом нельзя пользоваться, чтобы смыв не было слышно. Это правда? Закон такой есть, да, что ты должен соблюдать тишину после 10 часов вечера. Ну, в зависимости от соседей, наверное, у кого-то в каких-то домах с сумасшедшими соседями снизу будут такие проблемы заслышимости. Но в целом все, кого я знаю, таких примеров не было, что они кого-то вызывают и так далее. Могут барабанить, могут слушать музыку, могут смывать воду, мыться, все что угодно. Но просто, наверное, это не устраивает вечеринку. А если это будет, то как-то предупредить свое окружение, чтобы они в целом нормально к этому отнеслись. Но, да, есть такие законы. А что удивляло тебя из закона? Знаешь, может быть, ты с чем-то столкнулась с таким, что типа ничего себе, но первое, что в голову может прийти? Необычно есть ли? Необычно. Я с этим не сталкивалась, но я слышала, очень много законов есть. Например, что ты не можешь купить себе одну золотую рыбку, потому что у него должен быть компаньон. Хомячок у него должен быть компаньон. У кролика тоже. В общем, все твари по паре. Да, но ты можешь, например, иметь собаку, но желательно, чтобы она не гавкала, потому что как раз-таки из-за этого могут быть проблемы. Иметь собаку, но чтобы она не гавкала. Ну, если ты уйдешь на работу, чтобы она не мешала соседям. Она может гавкать и так далее. Но вот так. По поводу законов, конечно, огромный штраф. Безумно огромный штраф за превышение скорости, например. За 19 километров в час, если ты вдруг в городе превысишь, все, забудь про свои права на несколько месяцев. То есть заберут. Ты еще заплатишь просто гигантский какой-то штраф, типа 40 тысяч рублей за то, что ты превысил скорость на 19, еще и отдашь права. Если ты создал какую-то аварию, и никто в ней не пострадал, и никто ничего, ты все равно отдашь свои права. Ты можешь отправиться в тюрьму, ты можешь, опять же, получить просто гигантский какой-то штраф. Вот я читала, что самое высокое превышение в скорости в Швейцарии было... Человек ехал на автобане вместо 120... 290. Это был швед. И он отдал что-то 100 миллионов рублей, по-моему, за... Ну, это, видимо, какой-то состоятельный товарищ, да? У них геометрическая прогрессия. То есть, короче, если видишь, что деньги есть, то у тебя не 100 тысяч рублей, а 100 миллионов. Ну, то есть, там нельзя... Мне кажется, там закон для всех один. То есть, если это закон, то это закон. Если ты должен ехать здесь вот 50, ты не поедешь здесь 100, и ты потом скажешь, ну ладно, я там заплачу тысячу-две тысячи рублей. Нет, ты отправишься в тюрьму, ты отдашь свои права, ты заплатишь много денег, и это классно, потому что люди привыкли, что так должно быть. И мне это в этом нравится, в этом плане. Как в целом вообще сами коллеги, новые твои знакомства, ну действительно, что живут все на расслабоне, вот ситуации в других странах никого не волнуют. Вот мы как-то раз общались с человеком, который просто так же проживал и работал в Европе, он говорит, коллег, голова болит об одном, что он будет делать со своим велосипедом, вот он занимается велосипедом, вот его только велосипеды волнуют. Какие колеса поставить, какие тормоза купить, а все остальное ему до лампочки. Ну да, да, так и есть. У них, ну, у кого газон повыше, у кого газон понише. Какие у тебя планы вообще, вот в целом, блин, на ближайшее свое будущее, как ты увидишь, вот у тебя там скоро будет свадьба, вы поженитесь дальше, что ты хочешь получить паспорт местный или он тебе не нужен, ты хочешь, не знаю, там завести детей, купить дом и ехать в дом, какие вот, о чем мечтаете? Ну да, это больше такие какие-то семейные общепринятые вещи, плюс путешествовать, плюс, ну, как мы с тобой за кадром там говорили, да, если вдруг получится, ну, такое, что у нас будет запрещено двойное гражданство, я откажусь в пользу российского гражданства, поскольку, ну, я считаю, что я там здесь родилась, ну, это мой дом, то есть я оставлю свой паспорт и буду получать визы для других государств, если это необходимо, например, если мне нужно поехать. Я могу по Европе ездить свободно, но, например, в какие-то такие страны, как Америка, Канада, мне нужно получать визу, я буду получать на российский паспорт, мой вид на жительство, так как я легализован на Швейцарии, мне, в принципе, ну, я по работе легализован, все в целом ок. В завершении, вообще, в целом, что бы он, не знаю, даже пожелал бы, что ли, России, какие бы он изменения бы, желал бы для нашей страны, например, ну, может быть, он что-то, знаешь, своим швейцарским взглядом скажет, вам не хватает здесь вот этого, если, конечно, это есть. Вот как-то так вопрос поставь ему. Демастый, ну, ты, конечно, умеешь поставить врасплох своими вопросами, ну, я же не знаю вашей системы, что могу сказать? Хотелось бы, чтобы у вас все было классно с пенсиями и прочими социальными страхованиями, чтобы в целом вы были довольны качеством и уровнем жизни. Ну, и, конечно, всех вас приглашаю в Швейцарии. Как только получите визу, приезжайте, вам понравится. Приглашаем всех к нам домой. Вот так. Вот на этой позитивной ноте мы и закончим. Урс, тебе большое спасибо, что приехал. Спасибо большое. Давай, какие слова знаешь на русском языке? Что знаешь, перечисли? Ну, он же мало, наверное, слов знает. Автострахование. Автострахование. Я вообще прикол, блин. Так. Обычно, знаешь, говорят бабушка, какие-нибудь такие слова, а тут первое слово, которое знаешь, автострахование. Что еще? Приятного аппетита. Приятного аппетита. Очень приятно. Молодец, блин. Давай. А сейчас, как спросить, у вас сейчас сложный русский язык в целом? Я достаточно. Это очень тяжелый язык. Я, когда вижу, я пытаюсь прочитать. Я складываю буквы и пытаюсь прочитать слово. Но есть очень простые слова, есть прям очень сложные. Я говорю, как получается. Но это очень тяжелый язык. Ребята, ну как вам такой внезапный и увлекательный четверг? Давненько лежал выпуск, но мне кажется, было интересно. Я пересматривая его, прям кайфанул. Конечно, хотелось бы больше кадров самой Швейцарии, но, к сожалению, я там не был, чтобы наснимать и передать вам атмосферу. Возможно, когда-то побываю. Значит, Жене и Урсу передаю большой привет. Маме, Жене, твоей тоже большой привет. Знаю, что ролик она посмотрит. Дочь у вас, во, умница. На Женю оставим контакт, запрещенный в России социальной сети. Но за границей ей пользоваться можно. Мало ли, кто-то там живет и пользуется. Пожалуйста, можете зайти посмотреть. Вот у нее как раз огромное количество кадров, фотографий и прочее, 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 что ее там окружает. Я же всех вас приглашаю подписаться в телеграм-канал, подписаться на сам канал, подписаться на группу ВКонтакте и прочие социальные сети, которые ждут вас в описании к выпуску. Хотите принять участие? Пишите ваши предложения, ваши идеи в таком же формате. Почему бы и нет поснимать отзывы людей о жизни за границей. Но снимаем вживую. Скайп и прочее неинтересно. Вот, сели, пообщались, тогда будет круто. Не добавить, не убавить. Приглашаю вас высказать ваше мнение в комментарии. И жду вас в это воскресенье с 9.00 на канале с воскресным выпуском. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok